Вот все, что светлая кладка, это все воссоздано. Так же, как и вот видите, там кокошники, верхний ярус, четверик. Это все воссоздано в прошлом году, в 2018 году. Нашли основание даже, и на него присоединили корму. Потому что белокаменные полы были, они сохранились частично. И поэтому все-таки планируем, я буду бороться, чтобы восстановили полы в доме. Фрагментно мы оставим. Не, 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 чтобы белокаменные. Этот храм построен в свое время братьями Вахрушинами. Здесь приют был, имя же построен в начале 1901-1903 годы. Конечно, он был одним из украшений храмового строительства в Москве. Но, к сожалению, вот сегодня будем отмечать 100-летие революции. Вот то, что мы с вами видим, это уже в какой-то степени восстановлено. Это последствия тех дней. Сегодня стоит задача его восстановить. Восстановление началось. Идет целиком на внебюджетные источники. Просто энтузиаст во главе с настоятелем и прихожанами эту работу выполняет. И, я скажу, успешно выполняет. И если сегодня еще Москва подключится, с точки зрения включен в план оставшийся объем работ, то можно где-нибудь в 18-19 году полностью закончить реставрацию этого храма и сделать его таким, как он был. Вы сами видите, что за эти годы с ним произошло. Я думаю, что программа строительства храмов, она заключается не только в строительстве новых храмов, но идет и воссоздание, восстановление, реставрация и тех храмов, которые порушены. И вот один из них. И программа выполняется успешно. И в прошлом году была выполнена. Я надеюсь, и в этом году тоже это же произойдет. Что касается этого храма, то сегодня главной задачей закончить в ближайшие месяцы полностью проектно-сметную документацию, ее защитить и включить ее в программу воссоздания памятника в Москве. Это памятник. Здесь был единственный приют для мальчиков-сирот на всю Москву. Мы будем пытаться его восстановить. И восстановить тот памятник, который был изначально построен братьями-брахушами для того, чтобы сюда могли приходить, молиться и получать духовное, душеполезное спасение для своих душ. Люди, дети и в том числе и мальчики. Голевой цикл практически закончен. Держи закрыли, пустотиловыми плитами, монолитные участки сделали. Прижимная стена готова. Только у нас там краешек немножко не задели. Все уже сделано? Все, все, да. Только засыпка? Только засыпка и все. А внизу что у нас там будет? У нас крестильный храм. Внизу? Да. И служебное помещение. То есть вы внизу можете... Сейчас будем заниматься отделкой. Теперь какая сейчас задача? Что вы в феврале, март, что хотите делать? Ну, начнем возводить стены кирпичные и заниматься внутренней отделкой подземного этажа. Внутри? Да, внутри, конечно. Ну, а этот год какие планы? Ну, этот год, конец года сдача. Полностью. Полностью сдача, конечно. В марте начнем заниматься коммуникацией, водоэкономизацией. Все, готовы для вас? Проекты готовы, да. Сейчас ордер получим. Сами будете делать? Хотим сами, конечно, будем. Это у тебя подготовленный ход за окончательную... Это окончательная окраска, все. Мы только в апреле докрасим, а где-нибудь места и сентября. Ну, хорошо. А здесь когда вы сделаете последнее? Понедельник, когда начинаем, приступаем к этому цены кирпичным условиям. Когда сделаете? Закончите. Две недели здесь закончили. Здесь, чтобы те, начав там, транквитируют, перешли сюда. Ну, и вообще, когда вы закончите здесь все внутри? Внутри должны в марте закончить. В марте заканчиваем все работы. Здесь, да. Все строительные работы должны закончить. А полы когда начнете? Одновременно все. И полы. И февраль, и март полы полностью. Есть камень, все. Все, все, все. Керамзита. Все. Часть керамогранита уже поступила. Так. Но мы договорились, что они до 5 числа все-таки устранят эти замечания, нам дадут. Тогда мы можем в феврале дать тепло. Уже по-постоянски. Этот храм будет закончен строительством в ближайшие несколько месяцев. И в июне месяце будет сдан, как говорится, в эксплуатацию и передан под освящение патриарха. Все для этого сделано. И сегодня оставшиеся работы вполне можно за этот срок закончить. Самое сложное здесь, вот, заканчиваются инженерные сети наружные. Вот. И заканчивается, и будет заканчиваться чистовая отделка. Полы, металлоконструкции, арки, своды, которые идут. Поэтому мы планируем все эти работы закончить. И благоустройство, естественно. Закончить эти работы в мае месяце, чтобы в июне сдать храм в эксплуатацию. Ну, приблизить могут только строители. Префектура приблизить не может. Она помогает тем, чем может. И в первую очередь в вопросах благоустройства, каких-то охранных мероприятий. Как неоднократно говорил святейший патриарх, территория любого храма, особенно строящегося, должна быть приспособлена не только для прихожан и всех приходящих в храмы, но и для тех, кто здесь рядом проживает, кто может сюда прийти, глядя на храм или рядом с храмом, отдохнуть, побыть с детьми, спокойно, может быть, почитать книгу. То есть мы приспосабливаем, еще делаем больше и лучше, чем была та территория до того времени, когда началось строительство храма. Поэтому сейчас мы вместе с управой определяемся в тех мероприятиях, чтобы при сдаче, при окончании строительства храма была достойно представлена и территория, окружающая храм. Это наша задача. И мы с ней будем справляться. Спасибо большое.